Привет, друзья! Многие, наверное, слышали, что Бойко с Медведчуком, Бойко это кандидат в президенты Украины, встречался с Медведем, премьер-министром России. Это вызвало скандал, можно сказать. И я решил посмотреть, как отреагировали украинские СМИ, телеканалы на этот визит. Начнем с каналов Петра Порошенко, пятый канал. Ну, там сразу, о, где СБУ, куда смотрел СБУ. Хочу дозволать и буду відповедать российскую мову, тому еще цикаво будет не только для Украины, а для России. Мы не имеем ответственности за визиты. Поэтому, естественно, никаких претензий мы на сегодняшний день факт нахождения в России предъявить не можем. Канал Прямой. Я, в принципе, называю каналы, как многие обозреватели, эксперты называют эти каналы, ну, чьими-то, олигархов. Я так и буду называть. И вот канал Прямой, Порошенко. Тут тоже краяно-агресор. Как раз смещаются акценты от того, что Российская Федерация является краяно-агресором. Есть страна, которая задает Украине и сбитки, и боль. На канале Коломойского тоже вспомнили про СБУ. ТСН обратилась к своей запитам до СБУ о таких переговорах Бойка и Медведчука в столице, держава-агресорки. Ну, на каналах, конечно, самого Медведчука, 112 канал и 5 канал. Ой, 5 канал. Неслан. На этих каналах показывали прямую, по-моему, прямой эфир и встречи Медведева с Бойкой и Медведчуком. Ну, и там Миллер был глава Газпрома. Эти прямо показывали. Ну, его каналы они и показывали. Обсуждения там были, туда-сюда. Ну, на Украине еще есть оппозиционеры типа Мураева и Вилкова. Есть такой телеканал «Наш Мураева». Что же там? Я решил посмотреть. А там практически никаких обсуждений по этому поводу. Хотя вроде как ОГОГО. Никаких обсуждений нету. Только одно видео. А с приводу того, кто больше пророссийский, ну, очевидно, что вот мы бачим на фото, да, фотодоказ, як кажут адвокаты. Тобто, кандидат Бойко є пророссийским. Але не потрібно забувати, що діюча влада чудово співпрацює теж с Российской Федерацией Бизнесних. И де торговельні угоди працюють. Ну, по сути, да, получается, Россия сказала, что вот с этими мы будем разговаривать. В принципе, Ахмедов выбрал. Ну, по крайней мере, многие эксперты говорят, что он ставит на Порошенко. По крайней мере, до первого тура. Там, как многие скажут, как это Ахмедов с Порошенко, зайдите на его телеканал. Есть такой телеканал «Украина». Вот, смотрите, кого тут пиарят. Ну, это вот за неделю, ну, это сегодня это. За неделю до выборов, какие материалы выходят на телеканале господина Ахмедова. Не знаєте этого человека? Под некоторыми видео читал комментарии. Есть такая секта, которая верит в то, что Бойко работает в интересах Порошенко. Ну, это просто, по-моему, какой-то... И все это основано на том, что какое-то время телеканал «Прямой» показывал постоянно Бойко в своих эфирах. Куда он там поехал, что он там сказал, да-да-да-да-да. Ну, я не... Ну, грубо говоря, на Украине, вы знаете, что кто-то с кем-то что-то договорился, и это вот договорились, и все. Вот сейчас Тимошенко вроде как договорилась с Каламойским. У кого есть уверенность в том, что, допустим, завтра или сегодня Тимошенко и Каламойский не передумают, не переиграют, друг друга не передадут, а, ну, по-другому решат. Так же самое и тут. Как можно вот говорить, что вот, там его показывали на «Прямом канале», и поэтому он за «Порошенко». Ну, его три месяца уж как не показывают, а это что-то значит. В общем, получается, вот эта вот поездочка Бойко-Медычука, это прямое такое указание, что Россия готова разговаривать только вот с этими людьми. И все, кто пасется на электорате Юго-Востока, типа Зеленского и там Вилкула-Мураева, это все не Россия не рассматривает. А, и да, ну, Вилкул как бы вроде как Ахметовский, да, и про Ахметовский-то канал я толком не сказал. Но на канале Ахметова вообще никакой информации, видео о том, что произошла встреча Бойко с Медведевым нет. Как думаете, почему? Там у них на канале, ну, сейчас, на данный момент, есть, типа, дайзерст новостей, ну, типа, главные новости за, там, 22 марта. Ну, за этот день. И там о чем угодно, там, Батемала, Гладелупа, короче, всякая шнега. Ну, а об этом не словечко. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok